Динамо 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 Помогают ему Александр Сукамил и Сергей Житов. Нужно назвать судей сегодняшнего матча. Первый судья сегодня Сергей Реутов из Санкт-Петербурга. И второй судья Владимир Васильев из Новокуйбышевска. Инспектор встречи Константин Рябцов. Судья всесоочной категории город Кострома. Право подачи в сегодняшнем матче выиграла московская «Динамо» в розыгрыше предматчевом. И встречу будет начинать Вера Ветрова с подачи. Как это обычно и случается у нас. Все идет по плану. Переходящий мяч сразу же зарабатывает московская «Динамо». Атакует Кошелева, но за речью в защите достает очень сложный мяч. И просто перебрасывает на площадку соперниц его. А уже «Динамовки» организовывают контратаку, завершает которую Наталья Обмачаева. Первое очко сразу с подачи. Хороший прием. Но немного отведенный мяч был для Фетисовой. Четвертая зона она атакует не сильно. Также не сильно и сейчас не очень удобно было Кошелевой. Но есть вторая возможность. Малова пасует Та Обмачаева. И Та вновь таким же направлением, таким же серьезным глубоким ударом приносит команде второе очко подряд. Вновь Ветрова на подачу на этот раз. В Бавыкину она попадает. Снова Фетисова. Четвертая зона. Очень длинный удар. И странно, что флаговые судьи показали один аут, а другой поле. Главный же судья увидел касание блока у московского «Динамо». И в любом случае мяч отдается волейболисткам Одинцова. Бавыкина подает Марченко. Хороший прием от Марины. И вновь обмачаева в атаке уже из четвертой зоны по линии. Практически в голову. Она попадает в защитнице Екатерине Панковой. Та руками пытается вернуть мяч в игру. Но тщетно. Татьяна Кошелева, капитан команды московской, подает. Интересная комбинация была. Снова Фетисова атаковала. Но не добивает она до пола. Одмачаева. И тоже не получается. Есть контратака. Марченко из четвертой зоны не сильно. Легко это для Панкова в защите. И из четвертой зоны Букреева, которую блокирует кревец обмачаевый. Блок московского «Динамо». И счет становится 4-1. В пользу москвичек. Не попадает сейчас. Чуть дальше улетел мяч лицевой линии. Не попадает они в площадку. Ну, примерно так же проходил матч и Вадимцова. Сразу москвички завладели преимуществом. Ну, потом зарежники догоняли. Но все это происходило до счета, наверное, 10-12 равенства. А потом москвички вырывались вперед. Догнать уже их невозможно было. Так, наверное, будет и сейчас. Сложно сейчас, конечно, девочкам бороться против очень хорошо организованного, сыгранного состава московского «Динамо», который, конечно, явно не хочет ограничиваться четвертьфинальными играми. Видимо, сейчас снова заблокировали Фетисову. Но очень талантливая эта девочка. Она играла и первым темпом в начале сезона. И, в общем, очень хорошая у нее техника. И данный высокий прыжок. И могла бы она играть и лучше. Но, к сожалению, эти смены постоянной позиции не только для нее, а и для всей команды. И большое количество травмированных игроков сейчас не дают возможности ожидать той игры от Заречья, которую они продемонстрировали в финале Кубка Вызова, например, или в других играх в начале и середине чемпионата России. Тем временем Марина Марченко приносит команде шестое очко. Пока мы отвлеклись. Наталья Обмачаева пыталась, наверное, подать ее, короче, подачу или прижать мяч к тросу, но не получилось у нее подача в сверху. Ольга Бухреева будет подавать. Долго она готовится, но получается в аут. Планирует мяч у нее хорошо, но вот на этот раз спланировал он за пределы игрового поля. Марина Марченко готовится подавать. Прием хороший от Букреева. И выкинует в четвертой зоне. По касательной проходит тут защита мяча. Возвращает его Малова. Кошлева переправляет на сторону соперниц. Панкова борется на сетке. Справляются защитницы московского Динамо. Кошлева в атаке против тройного блока. И что есть на это у Заречья. Хорошо была организована атака за головой для Меркулова, но не попадает она в площадку. Немного в боковой аут уходит мяч. 8-4. Первый технический тайм-аут у нас. В других четвертой финальных парах встречаются Динамо Казань. Победители регулярной стадии с новоуренгойским флакелом. Причем матчи этой пары играются два дня подряд. Вчера и сегодня. Без разъезда в Казани по взаимной договоренности команд. В первом матче вчера Казань победила 3-0. Легко. 25-20 был счет в каждой из трех сыгранных партий. И начали эти команды играть также в 19-0-0 параллельно с нашим матчем. Амичка сыграла с Тюменью. Уже оба раза успели. В Тюмени обыграли... Амичка обыграла Тюмень-Тюнгу. 3-0. Уже часом ранее начало нашего московского матча была одержана Амичкой вторая победа. Уже на этот раз со счетом 3-1. Неважно. Амичка уже в полуфинале. И именно с омской командой предстоит сыграть московского Динамо в случае сегодняшнего успеха. Краснодарское Динамо было сильнее Уралочки. Это последняя четвертая пара четвертьфинальная. Сыгран был матч на Урале. Также 3-0. А вот как будет проходить игра сейчас в Краснодаре, которая начнется в 19-30, я попробую сообщать вам в перерывах. Возвращаемся мы в игру. Маршенко подает и не справляется с приемом. Сейчас Одинцовские волейболистки и сложный наведенный мяч на сетку, прямо на спину был для Насти Бавыкиной, но она как-то вот кулаком умудрилась, перебрасывая мяч, задеть блок, и от блока мяч отскочил ваут. Таким образом Настя из, казалось бы, безвыходной ситуации зарабатывает очко и право подавать для своей команды. Меркуло подает очень сильно, точно, но мы справляемся. Кошливо в атаке, Панкова ее цепляет, работает защитой. Для Бавыкиной хорошая передача. Настя видит очень хорошо организованный блок против себя, пытается выполнить обманный удар, но попадает в блок. Но тем временем московские блокирующие успели задеть сетку. Еще одна подача от Юлии Меркуловой. Лова легко с ней справляется, блокирует Морозову. Есть доигровка Кошливо. Ну, как-то вот точно, но не очень сильно, недостаточно сильно нападаемый, поэтому нет возможности завершить мяч. Атаку с первого удара. Вновь Бавыкина, блок работает, но высоко в боковую линию целился этот мяч, но летел чуть дальше все-таки. Разрыв сокращается до минимума. 7-8 приближаются к нам волейболистки Заречья. Солокошливо. Солокошливо очень сильно попадает прямо в руки Правдобавыкина и не может организовать Заречья. Атаку, казалось бы, не может, потому что Букреева пасовала на заднюю линию для Меркулова, для игрока первого темпа. Но Юля с разбега с одной ноги как будто бы она находится в розной сетке ударила. Я впервые вижу такое исполнение нападающего удара. Юля нисколько не испугалась и была вознаграждена ее попытка. Очком сравнивается счет 8-8. Бавыкина атакует Кошливо в защите и мы также используем нашего нападающего задней линии, но того человека, который обязан доделать всегда, это Наталья Абмачаева, наш диагональный игрок, который постоянно участвует в атаке, организованной атаке в задней линии. Есть доигровка у московского Динамо. Абмачаева атакует, но в защите очень хорошо борются подмосковные волейболистки и наш. Умеет играть защитен, капитан будет завершать эту атаку и отлично получается это у Татьяны. 10-8. И блокируем Валерию Гончарову. Все, та же Татьяна Кошлева отличилась. И при счете 8-11 Вадим Анатольевич Панков, наставник Заречья, берет первый свой тайм-ау. я люблю динамо, я люблю динамо, я люблю динамо, 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 Динамо в源xit, она снится, динамо, я люблю динамо Встречая на площадке И поддерживаем Московское Дюймаруло! Закончен перерыв. Юлия Морозова будет на подаче. Контратака Московского Динамо. Борется снова в защите Одинцова. Фетисова с задней линией. Очень красиво получилось. Но защита Московского Динамо работает. Обменивается с сильнейшими ударами сейчас обе команды. Но Наталья Обмачаева все же чуть лучше. 12-8. Выравнивается игра. Помним мы, что при счете 8 было равенство. Но Московское Динамо вело начало партии. Теперь снова завладела инициативой. Вследствие вот и этой ошибки Ирины Фетисовой. И тут же следует замена. Вместо Ирины выходит Марина Деброла. Морозова будет подавать. Очень сложно ей. Бывает, сконцентрироваться на стабильную подачу. Но все получается. На этот раз у Юли Молочина. Не сложно было атаковать Анастасии Бавыкиной. Пыталась она открутить очень косо по рукам блокирующих. Но не задевая их мяч, уходит в аут. И второй тайм-аут за речью Одинцова. Почти подряд. МОСКУВСКАЯ! 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 МИРА! 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 И отличная подача сейчас выходит у Юлии Морозовой, не справляется с ней Оля Буклеева, пытается спасти Диброва этот мяч, но очко очень радует Юлия Морозова. Получилось у меня не только стабильно, но и затруднить подачу максимально. Дибров атакует задней линией и касание сетки фиксирует второй судья в этом розыгрыше у московского «Динамо». Спорят девочки, но судья неумолим. Отдает очко за речью. Коша его пытается принимать сверху, оставляет мяч в игре, атака, к сожалению, неорганизована. А у Заревича атакует Бавыкина, но вновь она пытается обыграть блок московского «Динамо», ей это не удается, приходится ошибаться. В сетку удар и второй технический тайм-аут нас ждет при счете 16-9. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, готовым блокирующим московского «Динамо», Отлично вдвоем поднялись на эту атаку у Гончаровой И, конечно же, успешно ее заблокировали Замену проводит Панков Тут же меняет ошибшегося игрока Валерия Гончарова покидает площадку Доходит одна фамилица нашей Либера Девятый, номер Малого У меня даже такого человека в заявке нет Как зовут ее? Мы спросим в перерыве. Есть доигровка на скоского динамо. Чуть-чуть не укладывается в площадку Мачаева. Отлично подает сейчас Бавыкин. Почти что на вылет. Но возвращает Малого мяч для Мачаева. Он резко, резко, прямо камнем падал вниз и пыталась атаковать сейчас Наталья Мачаева. Такой сложнейший мяч не получилось. Сорвался он с руки. И Очкова. 1-11.17. Еще одна сложнейшая подача. На этот раз Очко выигрывает на Анне Маловой Анастасии Бавыкиной и заставляет взять свой первый перерыв наставника московского динамо Леонида Зайко. Продолжение следует. Быстро заканчивается перерыв и снова Московская Динамо готовится принимать сложнейшую подачу Анастасии Бавыкиной. На этот раз получается не совсем точно, но возможность для организации атаки есть. И превосходно справляется с ней Татьяна Кошелева из второй зоны резким ударом. Поверх блока Татьяна зарабатывает задачку. Сама она будет подавать. Плавно далеко. Казалось бы мяч уходил в аут, но в последний момент упал в поле. И не согласны сейчас волейболистки Одинцовой. Просят видеопросмотр того момента, куда все-таки упал мяч. В поле или в аут. Доброе утро, для вас был залежим. Судейские не интересны и здоровые моменты. Немного не с той стороны мы смотрим за этим видео просмотром, но мы неважно. Сосредоточенные лица ответственных людей мы наблюдаем. И ожидающих решения судей волейболистов. Мне кажется, ваут. Может быть, совсем небольшая плоскость мяча и задела линию. Нужно ближе смотреть, что скажет судья. А вот выиграли это право видеопросмотра подмосковные волейболистки. То есть в этой партии право еще одного шанса увидеть спорное решение у них сохраняется. Кош Леони совсем точно на приеме. Марченко будет атаковать. Высокий блок. Сбрасывает она за блок. И там Панкова в невероятном пируэте достает этот мяч. И снова Марченко будет атаковать. На этот раз она атакует. Ей удобно. Коса проходит из четвертой зоны по четвертой. И не в силах вернуть этот мяч в игру Ольга Букреева. Букреева из четвертой зоны. Издалека немного атакует. И под себя получилось. На это, конечно, готов блок Московского Динамо. Мяч вновь на нашей площадке. И атака Кошлева с задней линии превосходна. Еще одна замена в составе Зарича Одинцова. На этот раз смена связующих игроков. Вместо Екатерины Панковой выходит 16-й номер Вера Серебряникова. Пробует сейчас атаковать Меркулова, но немного низко ей и против двойного блока получается. А вот вторая атака в исполнении Ольги Букреевой уже успешна. Сейчас удобно было Оле атаковать. Она видела и руки блокирующих. И могла использовать очень хорошо кончики пальцев. Москвичек. Отправив мяч по ним. Далеко в аут. Марина Диброва на подаче. Ошибается. Далеко в аут. Очень комфортное преимущество всех мячков у Московского Динамо на собственной подаче. И возможность закончить сет довольно легко. Подмочаеву Букрееву. Сама же Ольга нападает. По блоку. Но малого умница достает этот мяч. А так как Кошелева из задней линии с первой зоны чуть-чуть не успевает Таня. Мяч прямо в трос у нее идет. Хотя доля какая-то секунды, наверное, хватило бы ей, чтобы пройти и очень красиво этот мяч забить. Но не получилось. Марченко принимает. Не точно. Обмочаева будет нападать из первой зоны. Это просто простой удар. Переброс на ту сторону. Бавикину блокируем. Но будет она атаковать второй раз. И второй раз мы тоже его блокируем. Успешно. Морозова и Ветрова отличились. Вдвоем они участвовали в этом блоке. И, может быть, если Вера выбирала направление, то, конечно, Юлины руки были теми, в которые попал мяч. Короче, на подаче от Марченко у нас есть перелет. Сразу на нашу сторону. Атака обмочаевает. Вот что интересно. Вроде бы хорошая доводка. Можно было играть с игроками передней линии. Но не получилось. Морозова доводила. То есть первое темпо у нас уже не было. Отдать мяч четвертую зону было бы слишком просто. Но и к этой атаке обмочаева и шестой зоны были готовы волейболистки Заречья. Втроем они придумали на эту атаку и заблокировали ее. Веркулова подает. В Малову тоже перелет будет. Но можно страховать. Хорошо. И старается сейчас Ветрова для своих нападающих. И очередной блок уже на контратаку Заречья. И блокируем Анастасию Бабыкину. Возвращается на площадку Валерия Гончарова. Морозова вновь подает. Вновь точно. Атака с Дибровой. Задней линии тоже заблокирована. Отлично играют сегодня Динамовки. Особенно в первой партии на блоке. Посмотрим, смогут ли сохранить такое качество девочки на протяжении всей игры. Конечно, важно уже сейчас готовиться и к полуфинальным матчам. Уже понимаем, что Заречья будет бороться. Но победить им сюжет, пожалуй, не в силах. Еще один гол. Мы заканчиваем эту партию символично, но блоком. Прекрасно. 25-16. И я хочу сделать небольшой сюрприз для наших зрителей и болельщиков подмосковной команды тоже. У нас в гостях сегодня рядом со мной сидит Наталья Малых. Малых и привет. Я хотела у тебя спросить. Ну, все, наверное, интересуются. Но ты, если и говоришь, то не в официальных, наверное, интервью. Почему ты не играешь? Почему ты уже второй матч и очень важный матч для твоей команды, но ты на трибуне? Ну, проблема со здоровьем, но я не могу ее называть. Это проблема. Ну, травма. А, да. Очень жаль. Ну, я надеюсь, мы тебя увидим в составе сборной команды. Я не играю в ущерб сборной. По-моему, тебя не слышали до начала всего этого. Поэтому мы начнем заново. И я тебя спрашивала о том, почему ты на трибуне находишься. Ну, я не играю по состоянию здоровья. Причем ты не можешь? Я успею восстановиться в сборной, потому что это не травма, а другие проблемы. Я не хотела бы называть их. Ну, хорошо. Ты переживаешь за девчонок? Это, наверное, очень тяжело. Тяжело сидеть и смотреть, как твои девочки играют, потому что ты им не можешь помочь никак. Смотри, нас показывают. Ты можешь передать привет своим родителям или еще кому-нибудь? Привет маме, папе. Ну, продолжим. Вот у нас есть статистика Первого Света. Да, но ты, наверное, видела, что очень много динамов заблокировали сегодня нападающих за речь. Я бы не сказала, что девочки ваши, команда, не владеют техникой, либо не знают, что делать, какую установку выполнять. Почему так получилось? Мы сильнее, я имею в виду московская динамо, либо у вас что-то не получилось? Ну, я думаю, тяжело очень играть, потому что все основные доигровки доигрываю я. Да, и поэтому очень тяжело. Второй такой нет. Да, найти человека, который будет, ну, какие-то решающие мячи забивать. Поэтому это проблема, потому что у нас нет замены. Ну да, я вижу, что вообще всего три человека на замене находятся. Но что делать? Нужно каким-то образом продолжать все-таки чемпионат. Чемпионат, смотри, если вы сейчас проигрываете эту серию, то у вас будут дальше матчи за 5-8, наверное, вместо этого? Нет, может, потом на 6-ом уже точно. То есть этим все заканчивается? Это может быть вообще последний матч в сезоне для вашей команды? Ну, я думаю, да. Это грустно? Ну, конечно. Или это просто завершение какого-то рапа, завершение сезона? Все, что заканчивается, по началу чего-то нового. Поэтому открыты двери для следующих событий. Скажи, пожалуйста, все знают, что в вашей команде были финансовые проблемы, организационные проблемы. Их удалось каким-то образом решить? Да, уже сейчас все наладилось. И со следующего сезона будет уже все стабильно и регулярно. Ты останешься в зарече? Да, я уже подписала. Помнится. Надолго? На один сезон или больше? На один. Хорошо. Мы желаем тебе удачи. И если хочешь, можешь остаться со мной, комментировать дальше игру? Или ты отдохнешь? Я думаю, немного можно. Давай. Ты будешь за своих говорить? Попрактикуюсь. Давай. Смотри, как мы делаем. В общем, то, что происходит, это все видят на экранах. Но, может быть, ты сможешь прокомментировать какие-то действия своих игроков. Рассказать, например, я рассказывала про Ливу Фетисова, что она игрок первого темпа. То есть она начинала сезон как центральный нападающий. Но сейчас она играет и как доигровщик, и диагональный нападающий. В общем, сейчас она крайний игрок явно. И она больше, наверное, выполняет твои функции. Да? Ну, да. В связи с тем, что я не играю, нужно как-то находить выход из ситуации. И поэтому Иру привели в диагональ. Но она молодец. У нее хорошо получается. Конечно, ну, она сама говорит, что это мне очень удобно. Но я вижу, справляется с этой второй зоной. Я знаю, что правшей это вообще очень неудобно. Людям, которые имеют, ну, скажем так, нетрадиционный разбег, как Наташа Обначева, на другую ногу, да? Ну, да. То есть у них положение тела после прыжка немного не так, как у обычных правшей. У нас такая же Деброва. Ну, Деброва редко выходит на замену. Ну, да. Была она, но тоже попала пару раз в блок, там, подала в аут. Так что ничего другого мы не увидели. Но я бы хотела отметить ее в прошлой игре. В прошлой игре она вышла и, ну, достойно сыграла. А, еще по поводу прошлой игры. Мне были, что мне лично, непонятны замены Панковой на Серебряникова. Может быть, у Кати что-то было не то со здоровьем? Потому что Вадим Анатольевич продолжал производить эти замены. Потому что, ну, мне кажется, что Катя должна играть всегда. Она ваш мотор, цемент команды. Она самая эмоциональная, умная девочка, которая ведет всю игру, и вы ей доверяете. Ну, я безусловно с этим согласна, но в основном Веру выпускают, чтобы усилить блок. Да? И дать, ну, Кате отдохнуть еще в каких-то ситуациях. Ну, там были какие-то другие, мне кажется, ошибки. Ну, то есть, сильно блокирование не улучшилось, но... Ну, иногда это приносит к бой. Ну, да, но в тот раз не сыграло. Поэтому я и подумала, что, ну, какие-то намеренные, частые были замены. Подолгу Вера оставалась все-таки на площадке. Либо Вадим Анатольевич ей хотел дать возможность поиграть, проявить себя, понимая, что... Ну, это тоже, я думаю, нужно давать время. Вот смотри, сейчас какой удар получается у Фетисовой хороший. То есть, забегание с одной ноги, то, что она примыкла делать, но в роли как раз-таки диагонального нападающего. Это хорошая система, мне кажется. И вот это у них получается. Панкова с Фетисовой, хорошо, да? Возьму ты руку в сборную или нет, ты не знаешь? Вроде как берут, насколько я знаю. И когда начинаете первые сборы? Ну, у нас 14 мая сбор, и там будет уже обследование, и уже в Новогорске мы собираемся. И первые соревнования, турнир в Швейцарии в Монтрёх, как обычно. Монтрёх, да, едет уже одна молодёжь, насколько я знаю. А, ну, то есть на сборах будут все присутствовать, а поедет, играет молодёжь. Ну, да. Понятно. Ну, давай про игру уже, что-нибудь дальше будем говорить. Ну, пока московская «Динамо» ведёт, 4-2, начало партии. Что у нас едет за речи, ну, в силу своего характера, возраста, опять же, ну, дружбы такой, мне кажется. Они всегда очень хорошо, а не, вы хорошо играете в защите. Это очень важно. И потом, когда выдаются вот такие розыгрыши, которые сейчас заканчивают Анастасия Павыкина. В защите играем хорошо, благодаря нашему тренеру, скорее. Он за это нас. Вадим Анатольевичем? Да. А у вас бывают спарринги на тренировках? Ну, то есть, ведь у нас всегда мальчики, ну, тренеры, я имею в виду, мужчины, они нападают от девчонок. Мы делаем кучу разных упражнений, когда как раз сильный удар от мужчины. Да, да. А кто в этом участвует? Вадим Анатольевич сам нападает, ладно? То есть, сам нападает. Ого, молодец. И второй, и третий тренер тоже. Тяжело? Ну, я уже привыкла, мне нормально. У нас это обычно превращается уже, ну, в такую шутку, то есть, понятно, что нужно работать, но девчонки берут на себя даже такой вызов парням и говорят, сильнее, что ты так легко обманываешь, давай сильнее. Вот у нас так спорный. Ну, да, ну, это мне нравится так. Ну, да, как-то веселее становится, и при этом работа не кучная. Тебе, что-то Плачаева умеет нападать. Тебе из второй зоны удобнее нападать куда? Косой или в линию? А секрет. А ты везде умеешь, да? Ну, ты стараешься видеть все-таки блок и в зависимости от передачи. Ну, естественно, я стараюсь идти от блок. Я блок вижу, потому что передача у меня быстрая, невысокая, поэтому вижу. А, и вот еще по поводу убыстрения этой передачи. Она всегда у тебя была такой быстрой? Либо вы, слушаясь, при фото Марифера в сборную, увеличили темп игры. Ну, я думаю, наоборот, меня поэтому и взяли, потому что я быстро играю. Больше играла. Я с самого детства только быстро не падала. Ну, это прекрасно. А принимать тебя сложно? Или ты не принимаешь вообще? Ну, на самом деле, я еще, наверное, ни разу не принимала. Это первый год, где на меня задействовали приемы. А до этого я никогда в жизни вообще не стояла на приемах. Нет, даже так же. Меня поставили перед чемпионатом мира 2006 года, там, за месяц. Сказали, будешь принимать. Вот, что хочешь, делай, но принимать надо. Наташка Сафронова помогала, но тем не менее. Было очень сложно. Но когда надо, нужно постараться. Вот и мне все вокруг помогают. Ну, пока мы болтали, у нас первый технический тайм-аут за двукратным преимуществом московского «Динамо» 8-4. Ну, все идет по плану. Мне кажется, это хорошо, что нам повезло играть в паре. Ну, понятно, что в спорте есть и победивший, и проигравший. Но каждый понимает ситуацию, кто на кого попал, кто как закончил регулярную стадию и прочее. Ну, то, что мы избежали разъезда в Питерлинг, да, например, перелеты куда-нибудь там в Омск или в Тюмень. Да, безусловно, это плюс. Мы сами молились попасть в Москву. Я точно не знаю, но, по-моему, все-таки финальные игры за первое и за третье места будут сыграны. Но это будет теперь один матч, да? То есть не финальная серия, а финальные игры будут сыграны в Амсо, в заре традиционного. Ну, что я не слышала? Изначально вроде бы тоже хотели, а сейчас что-то я слышала про Калининград. Он такой, я не знаю, первоапрельские шутки все распространяешь. Никто ничего не знает. На 1 апреля написали, что я ухожу в Улан-Удэ. Честно, я даже, ну, знаешь, где-то возле Монголии этот город находится. Очень далеко. Ну, Юлия Меркулова тоже должна была начинать сезон именно в этой команде, поэтому чем черт не шутит, как говорится, кто-то, может быть, и поверил, что ты будешь играть в Улан-Удэ. А вот как раз Марина Деброва появилась на площадке, она принимала, но получилось на ту сторону, и Московская Динамо легко завоевывает 9-е очко. А все это началось с подачи Натальи Апанчаевой. И Вадим Банков сразу же, через очко, буквально сыгранный один розыгрыш после технического тайм-аута, берет вынуждение за этот тренерский тайм-аут. Сейчас судья рассказывает нам, посмотри, кстати, сколько блоков поставила Московская Динамо. 8 блоков за первую партию. Очень много, да? Да, у нас один. Ну, в сравнении с одним, но я, знаешь, ну 4, ну 5, ну 6, так и быть, 6 это уже много, но 8 это слишком. Ну, Динамо всегда отличается. А посмотри, какой низкий процент за хайзи. И у нас, и у вас. У вас 21, ну понятно, потому что много ошибок, 8 ошибок и 8 попаданий в блок. А вот у Московского Динамо тоже 31%. Интересно, как они вообще играют с таким процентом. Ну да. Ну вот как-то же играют, наверное. И опять переходящий мяч, вот тут для Марины Марченко, и она никак не справляется за речью с приемом. Вот посмотри, как Панкова руководит всеми девчонками. Ну, я всегда наблюдаю со стороны. А так вот, что она вам говорит? Она? Ну, она достаточно эмоциональная девочка. Поэтому иногда ругают, иногда поддерживают. Ну, это какие-то не конкретные слова, а вот что-то общее. Очередной блок Московского Динамо. 11-4. И Панков проводит две заметы. Меняет он с ведущих игроков. Выходит на ночь Серебряникова вместо Панковой. И возвращается Кукеева вместо Дебровой. Ну, вы же не обижаетесь на Катю, да? А? Ну, вы же не обижаетесь на Катю? Нет, конечно. Потому что все нормально, все эмоции. Тем более на Капитана это ее обязанность. Серебряников сразу решает выполнить скиппу. Да, любит она это дело. Да. Ну, вот у нас Аня Малова-то как раз на месте была. Вера посмотрела. Очередной блок. Сегодня опять очков 20 наберем, наверное. Ну, надо, надо. Мы будем встречаться с Амичкой, а там очень сложные нападающие. Все очень высокие и мощные. Поэтому нужно будет включать блок. А где тренироваться, кроме как не на вашей команде? Ну, сейчас почти что заблокировали Олю Букрееву, но она смогла все-таки выбрать мяч в боковой аут. Расскажи, как вам игралось в финал Кубка Вызова? Сложно было? Верили вы в себя? Все-таки первый-то матч был совсем на грани. Проигрывали, потом победили. Я был на грани, потому что у нас отсутствовала Катя Панькова. И тренера не было? Да, и тренера. Нет, тренера. Да, не было. И тем более я была после болезни. За день до игры я очень сильно отравилась. Вызветная девушка. Я потеряла 4 килограмма. Макдон, если покушала, или суши есть? Шоколадник. Ну, понятно. Ну, откачали меня, в общем, за день. Поэтому было тяжело. А так, я бы не сказала. Ну, соперник достойный, но мы были сильнее. А в Турции это проще было играть? В Турции намного проще, потому что, ну, скорее, они хуже играли, потому что на них давила вся эта публика. Мне кажется, не помогали болельщики, а давили, потому что им надо дома обязательно выиграть. После проигрыша они знали, что у них нет выбора больше. А нам, что, мы уже с победой. Мы уверенны были. Ну, мы все очень порадовались, потому что и Казань выиграла Лигу Чемпионов, и Уралочка все-таки играла в финале Кубка ИКБ. Поэтому, я считаю, это очень достойный сезон у нас был, и сейчас на европейской арене, клубной европейской арене. Ну, и после победы нашей сборной на чемпионате Европы, можно сказать, что мы королева Европы. Да? Тем временем у нас второй тайм-аут в Заречье Аденцово, 14-6. Хорошо работает московский плод, не совсем хорошо получается атака в Заречье. И расскажи, где ты была в последнее время? Я знаю, ты ездила домой в лога, да? Ну, да, не отпустили, потому что мне все равно тренироваться нельзя. Вот, чтобы не сидела Аденцова, отпустили домой, увидела маму. Все, кто болеет за Динамо, все, поймите сюда! Как его зовут? Семен. Семен – это большой серый кот, короткошерстный. Он очень такой жирный, но толстый. Да, ему, наверное, очень удобно гладить, обнимать и засыпать с ним, да? Он не любит, как игрушка. Возвращаемся мы в игру. У нас очередная ошибка в атаке. Теперь вот Ирина Петисова. Недовольны, девчонки, сами разочарованы уже. Но так бывает, что ничего не получается. Ну, да, ну, конечно, Ири, ну, Петисовый тяжело. Он в задней линии удается атака. Она этим никогда не занималась. Она первой первой. Рядом с блоком и возле сетки это проще. Видеть площадку и просто управлять рукой, метом. Хорошо страхует Марченко скидку Букреевой. И скидывает у нас Абачаева. Снова Букреева будет в атаке. Контр-атаке Московского динамо. И пошло. Молодец. Ей порой вот удаются очень косые удары с четвертой зоны. Здесь четвертые трижеты зоны нападают. Тебе сложнее четыре или два? Мне сложнее намного из четвертой зоны. Потому что меньше для этого делать. Ну, я думаю, не по этой причине. Потому что я нападаю с быстрых передач. И там нужно обязательно прием хорошую, чтобы удалось. А так это все в блоке будет. Все эти быстрые передачи со скидного приема. Тяжело очень. Со второй зоны легче. Ну да, я согласна. Но, опять же, быструю передачу, она летит примерно на одном уровне высоты. И ты сама можешь корректировать свой разбег, где ударить мяч. Но это, опять же, во всех идеальных условиях. А если сбитый прием, если вдруг что-то не очень точно, то тогда вы отказываете, то есть играя с высокую передачу. Либо все равно быстро, даже если нет дамутки. Нет, ну вот Панкова как раз та связка, которая может и со сбитых быстро пасовать. Который не боится. Она потому что все время в прыжке еще работает. Да, и она мне доверяет, в том плане, что у нас понимание. И, естественно, даже со сбитых приемов она мне все равно швыряет пулю. Поэтому именно с этой связкой у меня взаимопонимание. Конечно, Вера, она страхуется и все равно высокую пасует. Хотя я иду на быструю, все равно договариваюсь. Но она еще мало со мной, сгравалась, играла. Поэтому потяжелее. И так мы возвращаемся на площадку флова. Очень сильно перемотана рука у Марины Марченко. Тоже, наверное, и рабочая рука, тяжелая, но пока, по сожалению. И опять блок. Смотри, все передачи идут отведенные и практически из-за спины, да? Конечно, сложно видеть блок. Естественно, потому что сбитый прием и еще и нет качества передачи. Ну, динамовки хорошо сегодня на подаче работают. В первом сете, правда, было три ошибки. Но, тем не менее, остальные подачи, которые удавались, было заплутнение. И хорошо тактически разобрана линия атачи Заречья. Потому что даже против первого темпка. Согласен. Постоянно двойной блок. Обратная замена связиующих у Заречья. Она возвращается Панкова на площадку. Дала сразу указания. Серьезным видом. Сложно опять ей приходится. Но хорошая передача. Но опять блок. И Кошлю, а посмотрите, какая рука, да? Легкая. Еще хотела бы отметить Кошлю, какой уровень высоты у него танка. Она нападает прямой рукой и его очень высоко снимает мяч. Согласен, что нападающий тоже может это сам корректировать. Это еще не первый темп, которому дают мяч длиной 1 метр всего лишь. Если он уже низкий, то его поднять никаким образом невозможно. Здесь у Тани тоже техника. Потрясающая, что она сама выходит под мяч, для того, чтобы поймать его на этой высоте. И плюс еще кистью она будет хорошо. И завершающая движение очень мощное. Ну, у тебя тоже есть все эти данные. Так что осталось только проявить себя. Сборную. Сегодня прочитала новость о том, что Любовь Соколова возвращается в сборную и будет пытаться попасть на чемпионат мира. Я имею в виду состав и выбирать сборную там. Но я думаю, что у нее это получится. И, естественно, это хорошее усиление для сборной. Я тоже считаю, это приятно, но... Ну, отдохнула она хорошо, поэтому... Дай бог. Что мы пропустили? Заречи зарабатывает очко. И у нас тоже была сложная комбинация. Уход Морозовой и, скажем, уход блокирующих заречья за собой. По вторую зону Московского Динамо, соответственно, в вашу четвертую. И передача в этот же момент в шестую зону посредине сетки для обмычайных. Все хорошо получилось, но, правда, прямо в линию попала Наталья. Практически вау. Он молодец, что попала. А я через трюбок. Валерий Динамо! Кривецкий-ветрова постарались. Клубарский радуется. 29. Ну, редко такой случается счет, но... Скоротечная вторая парта. Ну, сейчас хороший взлет проходит у Валерия Гончарова. Переигрывает одиночный блок. Как вы приняли Леру? Она же из нас? Из ваших? Да, из ваших. Перешла к вам. Я считаю, что Лера очень хорошо была из наших коллектив. Мы все ее дружно приняли. Сразу у нее была возможность стать в состав и играть. Поэтому, в принципе, и фетисы перевели в диагональ, чтобы дать возможность Лере поиграть и усилить наш состав. У меня перевели в доигровку. А без Саши и Наградовой, наверное, тоже тяжело. И на приеме трудиться всем. Вот прошлая игра, которую мы играли как раз с вами. Последний сет как раз закончился тем, что у вас было очень много ошибок на приеме. Ну, даже, наверное, и не ошибок, но неточности. Да. И поэтому легко было играть в этот раз на блоке. Это, в принципе, основная наша проблема. А у Саши как дела? Там колено, да? Она уже прооперирована. Сейчас проходит восстановление. Дома здесь уже вернулась? Да, дома. Отлично. У нас очередной длинный розыгрыш. Завершает который Татьяна Кошелева! Татьяна Кошелева подойдет, но сейчас уже был явный риск какой-то, да? Очень сильная подача и летела она достаточно уверенно в бал. В принципе, уже терять нечего. Ну да, да. Отрабатывают свои какие-то элементы. Естественно, что попадание в определенную зону, но уже с усилием. Ну и теперь мы сами пропускаем лейс от Валерии Гончаровой. Лера довольно неудобно подает из пятой зоны пятку и под диагонали получается. И если мяч уходит по лицевой линии, его сложно принимать. Сейчас Марина Марченко справляется. А Кошелева неудобно атаковать. И шансу за рейси заработать еще одно очко. Снова Кошелева диагональнее. Типанкова бессильно достает этот мяч. Хотя по факту он сделала очень решительное. Борется за мяч сейчас. Волейболистки за рейси. Но хорошо организованная контратака будет у московского Динамо. Маска по блоку очень грамотно играет. И заканчивается этот сет 25-12. Московское Динамо везет по партиям 2-0. Ты останешься? Нет, нужно уходить, к сожалению. Тогда попрощайся с нашими зрителями. Можешь еще кому-нибудь передать привет. И мы все будем болеть за тебя и за нашу сборную команду. Желаем тебе скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Дальнейшего успеха. Очень было приятно поработать с нами. Для меня это первый опыт такой, практика. Для меня второй. Ну как, нравится? Да, с тобой мне очень понравилось. Было весело. Да, мне тоже было очень весело. Всем спасибо большое. И сделай это. Попрощайся с нами. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем, Динамо Казань выигрывает первую партию со счетом 25-21 у Факела. Какие еще есть новости. Наверное, первая партия в матче Краснодара и Уралочки еще не сыграна. У нас есть статистика второго сета и вновь московская Динамо, я даже проверю, не опечатка ли это. Вновь московская Динамо зарабатывает 8 очков на блоке. У Заречи всего лишь 1 очковый блок. И еще хуже стала атака у наших соперниц. Всего лишь 18% эффективности. При том, что 8 попаданий в блок чисто проигранных. И 3 ошибки. А заработанных атакой всего лишь 6 мячей. В московской Динамо в атаке дела гораздо лучше. Поправились они. В сравнении с первой партией 57% эффективности. Без ошибок было сыграна партия. И одно попадание в блок, о котором я уже говорила. Зато вот на приеме мы не очень хорошо играем. Всего лишь 25 и 17% позитивного и идеального приема соответственно. В Заречи чуть лучше. 36 и 27. И вот еще интересный показатель, что мы пропустили от Заречи 3 очка на приеме. То есть Заречи подало 3 эйса. Но у нас выигрышей на подаче не было. Были только 2 ошибки. Ну и теперь традиционный комментарий уже без Наташи. У нас будет первое же очко. Снова блоком зарабатывает Бошелева против атаки Фютисовой. У нас произошла смена связующих. Марина Акулова вышла вместо Веры Ветровой. И она же сейчас на подаче. Валкина нападает, попадает в самый краешек площадки. В пятую зону. Хороший очень удар. Ровненько так и во вход блока. И Кошелева со второй зоны. Отличная атака. Подавала Панкова у Заречи и попала почему-то на Банну Малову. Нашего сильнейшего принимающего. И, конечно, недоволен этим ее папой и тренер. Владимир Анатольевич Панков. Татьяна Кошелева и тоже в Либеро. И со второй зоны Бавыкина точно так же по диагонали хорошо обыгрывает блок московского Динамо. 2-2. Настя Бавыкина очень низко над тросом подает. Малова умница справляется. А вот атаку Марченко. Зареченки блокируют. Диброва и Фетисова участвовали в этом блоке. И Зареченки выходит вперед. 3-2. Снова прием Малова. И снова есть возможность справиться у Марченко. Еще одна. Но сейчас неудобно. Просто перебрасывает мяч на эту сторону Марина. На блоке. Молодцы. Марченко и привет. Катя Кривец подает. Очень опасно сейчас было для Бавыкина. И Букриеву нападает. Мы пытаемся спасти мяч в защите. Это получается. Простой переброс. Хорошая возможность для атаки у Заречья. И со второго раза Букриева добивает. Все, кто болеет за Динамо, поддержим нашу команду вместе. Фетисова подает. Хорошо мы принимаем. Но исключили сейчас Марченко этой подачи из приема. Зато Мачаеву выручают всех. Снова контратакой. И на этот раз Кошелева очень мощно разбегалась. Высокий прыжок. Неский удар с задней линии. Молодец. Есть прием у Заречья. Но вот только двумя руками в блок. Сейчас Ольга Букриева могла атаковать эту передачу. Очень издалека она возвращалась с приема. И этот переброс был заблокирован Акуловой и Морозовой. Мачаева продолжает подавать. Сейчас сложно было Романенко. И атака Бавукиной с задней линии не попадает в площадку. И прямо в заднюю линию сейчас подает Наталья Мачаева. Помним, в первой партии точно такой же мяч, когда сначала судья отдали очко Динамовкам. Но видеопросмотр этого момента показал все-таки, что мяч был в ауте. А вот сейчас Наталья была точна. Без сомнений. Без сомнений. iez! Субтитры делал DimaTorzok Улыбнулась сейчас Наталья Обмочаева мне во время перерыва Не знаю, повлияет ли ее настрой на подаче Но очень уверенно девочки сегодня себя чувствуют 8-4 Думаю, что будет рисковать после перерыва Наташа Да, так и есть И в защите отлично играет Малова Атаки не получается Есть атака Дебровой, с которой точно так же отлично справляется Малова Восхитительно играет Аня сегодня И вот Чуть-чуть прямо царапнула по мячу Юлия Меркулова Но и с этим мячом в защите справляемся Снова защита И Марченко в атаке Что-то задумала, но не смогла исполнить Марина до конца И будет у нее еще одна возможность для завершения этого розыгрыша Длинный удар и без касания пальцев блокирующих сейчас Ошибается Марина Но Марина Деброва, другая Марина Отдает фаут тем временем Посмотрим, что получится Марченко в этот раз Укороченная во вторую зону Заставляет упасть она Деброву Есть защита от Кошелевой Сама будет атаковать на высоте Хорошо Но контратака Заречья Заблокирована Морозовая И первый тайм-аунд В этой партии В Заречья Одинцов Мы стартую команду Мы верим Аккуратная информация Музыка Спасибо Мы победим Поднише музыка Мизинога Губерния Гостров Грандовские команды Счет партии стал 2-0 Переди команда Губерния Причем второй партии Губерния выиграла за счетом 3, 2, 3 Спасибо И вторую партию Выигрывает Казаню Факела Со счетом 25-22 И пока у меня нет Совсем никаких новостей Из Краснодара К нам после перерыва Марина Марченко Рискнула так рискнула Подача в аут Букриво подается И почти что в аут Но прямо вот на заднюю линию Мяч на лицевую линию Опустился все же Баличин и Динамо Поддержит нашу команду Густараша поддержка Грунчина Снова Букреева Помогают Марченко-Малова Атака у нас первым темпом за головой Морозовой заблокирована Бавыкина и Меркуловой 8-10 сокращает понемногу Из-за речи отставания Снова сложная подача для Марченко Снизу пасует Обмочаева и Акулова Просто снизу перебрасываем Двумя руками И зато блокируем Бавыкина Не нравится сейчас Ей передача Что-то обсуждают С Юрией Бряниковой Недовольна Настя Но очередной плюс Нашему блока Московскому На этот раз Меркулова забивает Сама идет Юля подавать Мы помним Хорошую серию Ее подач Предыдущих сетов Вот и сейчас Сложно было Марине Марченко Вверх просто выбивает Она мяч И тройной блок Как следствие Организован для атаки Татьяны Кошлевой Сама себя Она пытается страховать Но этот мяч уже Некому доиграть И очко Она подачит Меркулова И снова Она будет подавать Опять Марченко И выигрывает очко Юля Сравнивая счет 11-11 И прямо в боковую линию Берет таймаун для того Чтобы выровнять Психологическое состояние Своей команды Настроить Принимать Даже вот Ну если есть Некоторые сомнения То все-таки Лучше принимать Чем пооставлять мяч Который может Но так Как случилось Сейчас Опуститься на площадку Бальнющие Болев freshwater Большое 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 Ура Вернулись мы после перерыва. Меркова вновь готовится подавать. Хорошо сейчас Кошелева помогает. Марченко. Но при этом мы остаемся без атаки на передней линии. Но обмачаем его умница. Это стопроцентная гарантия. С хорошей передачей заработанного очка. Акулова подает Букрееву. То есть сложно. В задней линии Деброва. И Кошелева коса прямо по Бовыкина. Который мяч летает на трибуну. Кошелева! 13-12. Снова работает блок московского Динамо. Перебрасывает нам мяч. Дарит. И Марченко в задней линии. Редкая атака Марины из шестой зоны. Но очень красиво все получилось. Размашисто. Попадает она в пятую зону. Уверенно. И 14-12. Тайм-аут. Второй тайм-аут. Владимир Бакова. Тайм-аут. Марина Акулова подает. Осторожненько. Атака из четвертой зоны. Мы смягчаем на блоке. Можно бороться отлично. Татьяна Кошелева в защите. И еще одна атака за Речья. Снова защита. Марченко. И Кошелева в атаке против тройного блока. Пытается она его обыграть. Но Диброва достает мяч. Возвращает. И через наш блок теперь уже пролетает мяч. И невидимая его защита. Поэтому за Речья возвращает право подавать себе. Семпряникова в Малову. Обмочаева совсем неудобно. Левой рукой она перебрасывает мяч. Здесь еще и с касанием блока. Молодец. Ну такая авантюра. Но вот тем, кто рискует, везет обычно. Снова обмочаева. Отведенный мяч. И еще третий раз. Марченко скидка. Все никак не хочет падать. Мяч нигде не на той, не на другой стороне. И вот блокирует эту атаку Кошелевой. Фетисова и Бабыкина. Снова сравнивается счет. 14-14. Подустали немножко Динамовки, мне кажется. Ну и до этого все получалось легко. А теперь впервые, наверное, пожалуй, в этом матче они встретили серьезное сопротивление у соперницы. И сами начали ошибаться. Слишком косо эта атака Натальи обмочает. Не хватило ей площадки. Мяч в ауте. Заричи впереди на очко. Хороший прием. Укло пасует колен. Неудобно Кошелевой догоняет она мяч. И прямо снова вонзается в блок. Второй технический тайм-аут. 14-16. И у Леонидо Зайко есть что сказать своей команде. Что это за черная кошка такая? Украины «Властерская워요». К秦 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводит замену слеживающих сейчас Леонид Зайко. Выходит Вера Ветрова на площадку, возвращается. Помним, что эту партию она не начинала в старом составе. Сейчас, наверное, будет более привычным, потому что Былова, конечно, реже появляется на площадке, но в тренировочном процессе, естественно, задействованы обе слеживающие. И сразу передача Кошлева, и возможности справиться, и Татьяна не сразу же пользуется. Молодец. Сосредоточенно идёт на подачу. И сразу же зарабатывает Эйс, сравнивая счёт. Молодец. Настроилась во время таймаута наш капитан. Выцеливала сейчас самого Букреева, но попала в либеро Романенко. И на блоке, конечно же, вдвоём у нас кривец и обмочают Васильевича. Деброва, московская Динамо, выходит вперёд. Сейчас попадает Кошлева. Атака вновь из четвёртой зоны, и высоко полетел этот мяч, практически как подача была опущена. Это атака Дебровой. Попадает в площадку Марина. Хоть и недовольна качественным исполнением своей атаки, но главное, конечно же, результат. У нас Третьякова на площадке, помогает она на приёме. А Марченко остаётся против одиночного блока Дебровой. Ей очень легко вколачивает этот мяч в площадку Марина. Акатя Кривец будет подавать. Тоже мы знаем, что из пятой зоны она подаёт. И очень неудобно для принимающих за речи, тем более, что Букреева вышла на переднюю линию. Но в Букрееву не попадает Кривец, а попадает в либеро. Возможность для атаки есть. И прекрасно реализует её Дебровой из второй зоны. Вновь счёт ровный. И концовка этого матча складывается напряжённо. И я бы, наверное, даже не стала забегать вперёд. Концовка не матча, а сетом. Марченко в четвёртой зоне. Неудобно атаковать. Простая скидка. И атака Бавыкина из шестой зоны заблокирована тройным блоком московского Динамо. Постарались сейчас и Марченко, и Морозова. Сейчас обсуждают девочке, как сложно было им подстроиться под темп нападающего. Но сделали всё безупречно. Мачаева подаёт. Хорошая доводка. Букреева четвёртой зоны. И всем, всем практически мячам, которые пролетают в её направлении, Юлия Морозова преграждает путь своими руками. Сейчас произошло то же самое, но мяч от её рук улетел, к сожалению, ваут. Немного, но ваут. 19-19. Не отпускают нас соперницы в счёте. Зато мы принимаем уверенно и обмочая вас задней линией на разорванном блоке, получается, забить этот мяч. Таня Кошелева вернулась на площадку вместо Екатерины Третьяковой. На задней линии Катя помогала ей. У нас Марченко подаёт. Касание троса было, которое смягчило немного эту подачу. И Марченко сама работает в защите. Скидка Ветровой и Серебряниковой в ответ тут же. Не будет атаки у московского «Динамон». Доводку осуществляла Меркулова. Тоже её исключили из-за атаки. И сейчас опять обмениваются какими-то тычками команды. Есть атака Букреевой. Смягчаем мы её. У нас разбегается Кошелева. Отлично. Но Романенко старается в защите. Была возможность снова заблокировать. Коснулись мы хорошо. Мяч отвесно падал после... Отвесно по отношению к сетке после соприкосновения с руками наших блокирующих. Но попадает он в балл. Опять счёт равный 20-20. Букреева подаёт очень сложно. Переходящий мяч зарабатывают девочки. И Кошелева предстоит бороться с судейским столиком. Но вот он всё же останавливает. Порыв Тани. А могла бы она достать этот мяч, если бы не было никакого препятствия на её пути. 21-20 на очко впереди в концовке этого сета. В Заречье Одинцова. Приём Марченко. И Кошелева вновь с высокой передачи против тройного блока. Пытается обвести его. Но сетка преграждает и мешает. И пружинит от верхнего троса мяч. И отскакивает в аут. 22-20. И таймаунт московского «Динамо». Наконец-то наши партнёры и друзья «Воллейболньюз», которые здесь вот в Твиттере уже недавно прогнозировали в содействии Натальи Малых в комментариях к сегодняшнему матчу. Наконец-то написали счёт первой партии между «Динамо-Краснодар» и «Уралочкой». Он в пользу «Динамо-Краснодар». 1-0. Спасибо, ребята. А то вот хочется как-то зрителей тоже держать в курсе. Не только сегодняшнего нашего матча, который мы смотрим вместе. Но и других матчей. Так что уж не подводите нас по времени. Тем временем Кошлева возвращает подачу московскому «Динамо». Но Морозову будет возможность сравнять счёт. Есть защита, но мяч очень резко летит в трос. И уже по касательной лаут. Но не готовы наши блокирующие собирать этот мяч, который достаёт Кошлева защите. Снова выступаем мы два очка. 21-23. Приём Марченко. Высоко. Снова Кошлева нужно бороться. Против тройного блока. Отскакивает мяч на середину сетки. Вовремя там оказалась кревец, которая как мышка хвостиком махнула своей ручкой. И аккуратно положила мяч на сторону Заречья. 22-23. Хорошая подача. Ну и Букрева справляется с ней. Фетисова с забегания с одной ноги. Точна Ирина. И сетбол у Заречья. Марченко хорошо принимает. Обмачаве нужно нападать. И кажется, Наташа, что всё же она задела блок, но мяч улетает в аут. И у нас появляется интрига в этом матче. После легко выигранных первых двух сетов. Московская Динамо уступает в третьей партии. И матч затягивается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двойной блок И в третью зону Незащищённое место Наталья направляет этот мяч И очень хорошо, что она Сверху вниз его направила А без всякой траектории Прямо по линии вниз И не было времени для защитников Успеть к этому мячу Дибровой второй зоны Пробивает она блок Морозова и Марченко 3-6 2-7 Аббат Мочевой принимает Отлично Обмочаева 7-ой очко Ко мне прилетел мячик Как приятно было потрогать игровой снаряд Отвыкла я уже От этого Поэтому Поэтому уж очень обрадовалась. Не хотела отдавать. У нас Обманчаева отлично подает. Переходящий мяч. Левой рукой атакует Вера Ветрова сразу. Все подумали, что она будет пасовать, а она вот как умеет. 8-3. Первый технический дайм-аут у нас в четвертой парте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа поддержки «Динамит» в вашей области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пока шел тайм-аут. Мы отдохнули. Вновь включаемся борьбу и ошибку. Фиксирует судей у Веры Серебряникова. Игра на противоположной стороне, на стороне соперника сейчас была. Легкая очка зарабатывает московская «Динамо» 9-3. И эта скидка к Дибровой проходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего принимает. Была возможность атаковать первым темпом, но чуть-чуть был смещён приём и правильно переводит на другой фланг сетки Вера Ветрова. Ого! Какая концовка розыгрыша. Пока я говорила о том, что комментировал действия нашей связующей. Третье касание было у Зарича Одинцова. И стоя перебрасывали сверху девочки мяч. Но на пути этого мяча выросли руки нашей блокирующей Юлии Морозовой. И даже эта передача с пола была заблокирована Юлией. Есть доигровка московского «Динамо» и редкая игра первым темпом. Но получается всё хорошо. Успевает Юлия Морозова и забивает эту очку 11-4. Играет Юлия Морозова и забивает эту очку 11-4. марченко подает после перерыва сконцентрирована марина хороший прием за речи букрива с быстрой атаки получается ей по рукам ветровой выиграть это очко ольга букрива подают не справляемся мы сейчас на приеме с ее подачи жаль 6 11 есть переем от марченко из четвертой зоны кошелева отлично никого не было никто не страховал за тройной блоку за речи и мяч после касания блока вылетает и атака меркуловой попадает также в руки-то не кошелевая все получается хорошо мне кажется все же повыше нужно юлию высокий рост и длинная рука и прыжок есть на той высоте которую она может достигнуть и конечно уже сложно помешать поэтому очень сильно зависит юля передача и атака а у нас типа выкина получается пробить блок ветровый кривец 7 13 геркулов марченко снова атакует сама ветрова но защищают ее скидку она пасует кошелевой не получается кривец помогает и сейчас на блоке они вместе и таня кошелева и катя кривец нет им равных в этом розыгрыше ветрова по выкину переходящий мяч снова как хлеб для катя кривец которая используя руки серебрянниковой выигрывает этот мяч подача ветровой тяжело на этот раз половой вот это она появилась на площадке даже не заметила теперь кривец нападает впервые наверно в этом матче отыгрывается отыгрывается деброва вновь атака за головой сама кошелева страхует после приземления с блока обмачал вновь проводит скидку третью зону с которой не в силах справятся защитники заречья у нас второй технический тайм-аут при счете 16-7 в пользу московского динамо отыгрывается и и и и тем временем матч в казани закончился 3-0 победа и динамо ну что в общем то естественно А во второй партии между «Динамо Краснодара» и «Уралочкой» счет ко второму техническому таймауту 16-11 в пользу «Динамо Краснодара». Спасибо за информацию, портал «Волиболюнбьюз». В первой отбежке «Динамит». Динамо Краснодара. Динамо Краснодара. Командир Голич. Динамо Краснодара. Площадку закреплась в Букреево. Динамо Краснодара. Вернулась Букреево после недолгой замены вместо Маловой на площадку. А вот перерыв и произведенная после него замена помешала Вере Ветровой попасть в площадку этой подачи. Серебряникова подает в Марченко. Атака обмачаевая в блок. Мы подстраховали, но мяч прямо на сетку полетел, где на блоке сильнее были волейболисты Заречья. Очередное очко нашим соперницам 9-16. Малово принимает, отлично. Обмачаевая четвертая из зоны прямо в нас. Удалось немного поиграть и мне, спасти нашего режиссера, который отвлекся. Было весело. Тем временем Заречья набирает 10-е очко. Кривец, умница, переходящий мяч на сетке. Отправляет в противоположное место от приготовившихся защитниц Заречья. И 17-я по Динамо. 17-10. Коша очень сильно подает. Скользит мяч по рукам Бавыкины. А Диброва невозможный мяч сейчас забивает. Издалека ей пасуют спину. Но высоко выпрыгнула Марина. А Блока впереди и не было. Настя Бавыкина на подаче. Аня Малова берет на себя полплощадки. Сейчас обеспечивает прием для московского Динамо. Попадает в блок Марченко. И Малова теперь уже выступает в роли пасующей. Для Обмачаевой. Против одиночного блока Букреевой. Конечно, не очень ей было видно всю обстановку. Но на большой высоте сыграла Наталья. Удачно у нее получилась эта атака. Кривит. Бавыкину. Букреева четвертой зоны. Скидка. Ветрова достает. Третьякова у нас появилась на площадке вместо Кошлевой. И она пасует. Не добиваем мы Букреева в атаке против Морозовой. Но просто делать нечего. Сейчас такой передач довольно близкой к блоку. Можно было, конечно, или крутить, или пытаться отыграться вверх. Но сложно было. Сложно. Мяч упускался вниз. И вместе с ним и атака Оли. Блок московского Динамо. Идеально поставленный блок. Обмачаевой и Морозовой. Хорошая подача удается. Кривит. Атака. Очень рискованная атака Бавыкиной. Не попадает она в площадку. 20-11. Меняет своих связующих. Сейчас Вадим Панков. Выходит Екатерина Панкова вместо Веры Серебряниковой. Снова кривец подает очень надежно в Бавыкину. Дебро из второй зоны. Очень высокий прыжок у этой девочки. Снова она будет атаковать. На этот раз пробивают. Петисова. Третьякова. Есть Обмачаева. Отлично. Все очень быстро сыграно. Не успевают даже расположиться на месте защитницы Заречье. И все хорошо Обмачаева сама идет на подачу. Обмачаева сама идет на подачу. Букриеву включили из атаки с двойным блоком сейчас должна была нападать Меркула, она тоже не решилась нападать, просто длинный выброс в пятую зону был, а уже Марина Марченко завершает этот розыгрыш контр-атакой. Снова Серебрянникова на площадке, недоволен выходом Панковой. И все, сел он на стул, уже нет, видимо, никаких эмоций, понимает, что в этом сете уже шансы невелики победить. Букриева принимает, Диброва второй зоны, опять где-то между рук просачивается мяч, конечно, Малова в защите играет, очень надежно Марченко атакует, но не до конца. Снова Диброва, какой-то переброс. И у нас обмачаевая шестой зоной сильно, но защита на месте. Букриева, опять защита и Марченко четвертой зоны. Давай Марина, заблокировали, но ей страховка, еще раз Марина, но не успела она встать после атаки, разбежаться и Диброва второй зоны. Там у нас Малова, умница какая. И вновь Марченко нападает в этом розыгрыше и вновь ее блокируют на этот раз уже нагляд. Марина Диброва идет на подачу, очень далеко от лицевой линии. Она отходит, но разбегается. Третьякова, умница. Атака Морозова, и вот как раз с этой атакой ничего не может подделать Марина Диброва. Куда-то в район плечей летит этот мяч, она не знает, то ли сверху, то ли снизу его играет. Поднимает руку, а мяч улетает все дальше и дальше, и в конце концов. Защита не осуществляется. 23-13. Марченко на подаче. Бьем Романенко, Меркулова. Мяч почему-то в левую руку ее попадает. Конечно, нет никакой атаки. Переходящий мяч у Динамо играет Аморозова. Не до пола. И еще одна контратака от Кошлевой на этот раз. Вход в зону выполняла Татьяна. Татьяна, но защищались в Зареченке хорошо. И снова Татьяна будет атаковать. Попадает она в Дибру, и там защищается. И Малова у нас умеет защищаться. Я бы сказал, даже лучше всех. Но после этой защиты, видимо, чуть-чуть влажный был мяч. И вторая передача у Мачаевой не получается. Ну, точнее, она получается, но недостаточно хорошо, по мнению главного судьи. Куприева готовится подавать. Сетку. И матч-болл у московского Динамо. 24-14. Первый матч-болл. Юлия Морозова подает. Получается у нее хорошо. И Бавыкина из четвертой зоны блокирует ее Вера Ветрова, останавливая толпату Насти. И мы поздравляем московское Динамо с выходом в полуфинал чемпионата России. Я уже говорила о том, что наш соперник определился еще до начала нашей игры. Это будет омская амичка. Первые два матча будут проведены в Омске, так как наши соперницы заняли место в таблице выше, чем мы. И, соответственно, мы ждем вас на третьем матче между этими командами. Напомню, что полуфинальная серия будет играться до трех побед. Спасибо вам за внимание, за поддержку нашей команды и за то, что проявляете свою любовь к такому красивому виду спорта, как волейбол. Мы прощаемся с вами. С вами была команда Спортбокс и Елена Година. До свидания.